Приветствую всех, мои родные и любимые христолюбчики, все брат и сестры во Христе, все люди на земле. Всех вас приветствую, всем желаю всякого блага, всякого счастья, добра, любви, мира, терпения, упования на Бога, терпения всех трудностей и скорбей. Всем желаю вам всего самого лучшего в душе ваше, в сердца ваше, в умы ваше, в тела ваше, чтобы были здоровы, крепки и телом, и душою. Желаю вам всякого блага в семье ваше, в дома ваше, чтобы был мир и любовь, и согласие, и единомыслие, единодушие. Всего вам самого лучшего, в общем, желаю во все сферы вашей жизни, успехов в труде, в работе, в любом добрым, благом деле, чтобы все у вас, Бог везде вам спас, пешествовал во всяком благом деле. Во славу, тем более для его прославления, для свечения его света, любви и истины. Сегодня хотел и желаю вам смелости, смелости, воли крепкой и сильной. Ну, говорят, мужественность, но это слово муж, поэтому я желаю вам просто смелости, да, стойкости, крепкости в жизни вашей. Об этом я сегодня и хочу поговорить. Ролик мой называется «Страхи», да, или «Рабство страху». И вот я хотел бы сегодня об этом поговорить. Вы знаете, это немаловажный момент, да, вы знаете, есть такие пословицы всякие разные, да, что хотел бы, да, имею желание, но не имею сил, да, вот взять вот это вот и сделать. Вот, вы знаете, смелость очень важная черта человеческой личности, человеческой души, природы человека, которая является природой Бога. Эту, кстати, невероятную смелость явил нам Бог, явившись на землю. Ознакомившись даже с той его частью, стороной жизни, переданной нам поколениями в Евангелие, о которой мы читаем, да, конечно же, Иисус, Бог, явившийся во плоти, представляется нам, таким нам его показывают те авторы, кто описывал эти события, конечно же, очень смелым, сильным человеком, да, духовно смелым и сильным. Мы не видим его физических, каких-то невероятных способностей тела, да, но мы видим нереальную его духовную, вот эту вот внутреннюю смелость, силу, волю, да, на то, как он противостал всему этому иудейскому культу, на то, как он, не будучи никем, так скажем, в земном понимании, ничем не обладая себя, как он вел, как подавал, как учил людей, да, как стоял на своем, как не боялся всех запугиваний, всех ухищрений, вот этих, да, как он в оконцовке явил эту жертвенную любовь, действительно, будучи именно такой силой и мощью, потому что, вы знаете, добровольно, причем, как я всем говорю, когда вы только в Иисусе признаете Бога, только тогда вам откроется вся высота его любви к человеку, потому что, если вы признаете в нем Бога, вам придется признать, что он имел абсолютную власть и всю возможность не делать этого, он мог всех одним глазом своим, одной силой мысли, даже вися на кресте, он мог в любой момент, когда его еще арестовывали, когда его били, издевались, плевали, поносили, всячески злословили его, да, в тот момент, когда его бичевали, в тот момент, когда он нес этот свой крест на Голгофу, в тот момент, когда ему вбивали гвозди в руки и ноги, в тот момент, когда на ним дальше издевались, в любой из этих моментов, имея абсолютную власть и возможность отказаться, сойти с этого пути, он мог это сделать, он мог всех одним словом мысли свои скрутить в бараний рог, мы же видим это из его жизни, его власть, его божественную силу, ибо он есть Бог, явившийся во плоти, да, и то, Бог всегда был во плоти, он просто нам явился, показал себя нам, да, вот, и тогда мы, конечно же, я говорю, вот это, когда мы все признаем в Иисусе, тогда мы, конечно, и увидим эту нереальную смелость, силу воли, не убить, а даровать жизнь, не проклянуть, а благословить, да, все это особенно явно мы видим, когда Иисус уже висит на кресте, когда над ним так же издеваются, так же прикалываются, так же кричат ему и вопят эти бесноватые люди о том, что если ты Сын Божий, а он не просто Сын Божий, он есть сущий Бог, явившись нам во плоти, явил себя, конечно же, он мог и сойти с креста и всех их растереть в порошок, и он нам показывает, какой силой, волей, смелостью он обладает, не делая этого, да, я когда это узрел, когда Господь мне эту истину открыл, конечно же, тогда я все понял и стал жить именно так, вот, вы знаете, я хочу вам сказать, что вот эта вот сила, она очень важна, Иоанн Богослов, его любимый ученик, так и писал в своем послании, где страх, там нет любви, ну, а если нет любви, этот же Иоанн Богослов в этом же своем, Иоанн Богослов, апостол любви, в этом же своем послании, и эти же и слова написал, значит, нет Бога, я, правда, чуть-чуть добавляю, но потому что он и написал нам именно в этом послании, что Бог-то и есть любовь, Если у вас есть страх, у вас нет любви, если у вас есть страхование, страхи, трусость, да, мягкость вот эта, туда-сюда колеблюсь, да, то у вас нет никакой любви, а нет любви, значит, нет Бога, ибо Бог и есть любовь, да, Вы знаете, страхи, какие бы они ни были, относящиеся до плоти, ну, вот, прямо до этого тела, до души, такие душевные страхи, умовые страхи, Начнем даже с самого важного страха, вот умового, сверху, вы знаете, вот, действительно, мы боимся, это то, моя основная цель сегодняшнего ролика, о чем я буду говорить, в принципе, другие страхи, ну, мы тоже сейчас о них поговорим, но начнем вот так, с головы, сверху, да, Это страх признаться самого в себе в том, что я был неправ, что я грешил, или и сейчас, может быть, грешу, что я несовершенен, оказывается, слушай, что я вот услышал от Кузнецова, что надо, оказывается, стремиться к совершенству, а я, и вот мне страшно себе признаться, иначе мне придется делать, а мне так хорошо, в теплой ванночке, мне страшно признаться себе, что я, поедая мясо, проплачивал или сам убивал этих животных, Мне страшно признаться, что я, что я просто скотина последняя, что я мясник, что я убийца, что я живодер, что я не бог, я не то что совершенство, что, оказывается, если я это все делал, да, то я хуже, наверное, самого сатаны, вы знаете, вот этот страх, именно раскаяние, покаяние, неважно, внутри себя порой, мы не то что публичного покаяния, грехи апостолов нам даже описаны в Писании, да, и не боялись себе сказать, Павел себе писал, осталось все в Писании, что он, когда писал, не понимал, что это все останется, камет, в летах все будет, да, конечно, мог догадываться, ну, может, был не уверен, но мог догадываться, что все это сохранят, и сохранили, и он писал о себе, я изверг, изверг, исчадий ада, ибо гнал церковь Божия, убивал учеников Христовых, и он не стыдится говорить, свидетельствует то, что он из такого негодяя превратился в такого святого, который теперь не гонит, а наоборот, полагает своей души, да, вот это очень важно, да, возьмем страхи душевные, или хотите умовые, там, какие-то психические, ну, давайте еще по духовным, так скажем, по умовым, по высшей части, да, я говорю, страхи, если вы до сих пор, я не знаю, сколько вам лет, 20, 30, 40, 50, 60 по телу, и сколько вы там, так называемые христиане, а, возможно, были псевдо просто христианами, только манили о себе, что вы христиане, ибо христианство начинается и заканчивается с любви к врагам, все остальное это норма обычного человека, это еще не христианство, если вы там бросили пить, курить, материться, это еще вы ничего великого не сделали, если вы даже помогаете людям, нуждающимся на пути вашей жизни, вы еще не христиане, это нормальные люди так должны делать, об этом Иисус говорил, чтобы иметь хотя бы жизнь вечную, да, надо хотя бы это делать, но христианство начинается, дети Божьи, из которых состоит небесное царство, это те люди, которые любят врагов, то есть желают им всякого блага, несмотря на то, что они им желают зла, и это желание свое, молитву, то есть проявляют в делах, и одно из дел это слово, руки, ноги, неважно, и конечно же, если вы столько лет по телу, да, и много лет, может быть, христиане, и до сих пор еще переживаете, кто о вас еще подумает, вот я то-то сделаю, я то-то сделаю, что обо мне люди, и этот страх, страх чего-то потерять, хотя у вас, что терять, это мы голые пришли, голые уйдем, а то, что там на небесах, оно не теряется, оно в тебе внутри, все, что в этом мире, так скажем, тленное, вот это, вы ничего здесь потерять не можете, даже ваше тело, оно, его никто забрать не может, могут эту одежку забрать, шкурку, вот и все, как делили Христовы Ризы, но Бога нельзя убить, как бы они это не хотели, правду нельзя заткнуть, вот, поэтому, если у вас есть страхи, что да как там люди подумают, да, если у вас есть страх, что там, когда Господь говорил, там, конечно, синодальный перевод в этом плане ужасный, не пекитесь о завтрашнем дне, там Иисус говорил, не терзайтесь, не надо рвать сердце, если вы уповаете на Бога, ну да, ты планируешь, ты что-то в этой жизни стараешься, делаешь, ну, в оконцовке ты всегда понимаешь, что Бог все устраивает, ну, неважно, может быть, для гладкой жизни, либо для подвига, наоборот, ну, Бог обо всем знает, о чем, в чем вы имеете нужду, как Иисус говорил, вот этот страх боясь не завтрашнего дня, ну, или там, неважно, каких-то событий через их, вот, у человека только должен быть один праведный страх, это страх быть грешником, страх не достигнуть совершенства, вот настоящие истинные страхи, и то, естественно, это речь не идет о каких-то паралитических, как это называют, фобии, да, когда страх уже перерастает, можно сказать, в страсть, как это, как грех, говорит, грех – это когда один раз, а страсть – это когда изо дня в день, да, вот и страх, одно дело испугаться, другое дело уже все, быть рабом этого страха стать, да, зомби, уже фобию иметь, все, тебя в эти обстоятельства погрузили, или внешние обстоятельства случились, и все, ты уже цепенеешься, даже сделать ничего не можешь, это же беда, вот эти страхи душевные, я говорю, какие-то, да, меня обидят, меня оскорбят, мне панигирики не споют, меня грязью обольют публично, это же по телу, ничего, да, мне неплохой комментарий напишут, мне еще что-то, да, все, что касается души, да, словом меня как-то, ну, если вы, если вы от слова умираете, вам чуть сказали, что вы негодяи, и вы все растаяли, все, померли, ай, ты убил меня в самое сердце, ты сказал, какой я нехороший, ну, это грешники, ну, говорят они так, ну, и что, по телу, если вы боитесь, я говорю, потерять свое здоровье, ради истины, заступиться там за человека, может, какая-то ситуация, я говорю, броситься в огненный дом, как-то, что угодно, да, даже самой смерти, я говорю, оказывается, как я выяснил, большая часть христианин вообще и в бессмертие непонятно верят, если на словах и верят, то на практике трясутся за свою жизненку, как будто они не мечтают, как будто они не святые, а грешные, и не мечтают встречи с Иисусом в небесном царстве, три, как я вам в предыдущих роликах, кто меня последовательно смотрит, рассказывал, три вида блаженства, в раю любить любящих тебя, вот, высота и полнота счастья, вы хотите в небесном царстве, я просто там ролики, чтобы слова вмещались, там ограниченное количество знаков, названий, в небесном царстве или в раю, мне больше рай даже не нравится, слово, любить любящих тебя, какое еще может быть счастье, любить, значит, быть святым, то есть быть святым в раю, в кругу любящих тебя, ну, быть святым и любить это одно и то же, поэтому вот вам три стороны блаженства, в раю, то есть все вокруг хорошо, любить любящих тебя, все, быть святым, то есть любить любящих тебя, ну, святость, не в смысле любить любящих тебя, вы поняли, да, я имею в виду, что слово любить заменяет слово святость, как я вам говорил про три грани блаженства, поэтому пока вы рабы, страхов вот этих, трясетесь за все внешнее, все вот это тленное, даже за свою жизнь, никто не говорит бежать под поезд, просто так, не ценить свою жизнь, как-то не пытаться ее оберегать, я не говорю, закрыв глаза на пешеходный переход переходить, а я по пешеходному переходу, знаю, как у нас ездят, как людей сбивают, я по пешеходному переходу, пока машина не остановится, я даже на зебру не становлюсь, честно сказать, хотя мне, кто знает, мне все равно свою жизнь, я просто подумал, в последнее время стал так жить, потому что ты, я, знаете, не хочу, ты начинаешь в таких мелочах даже быть, ну, зачем я, даже этот человек за меня сядет потом, меня, может, убьют, его же посадят, я беспокоюсь даже об этом, мне это все равно, что со мной будет, я стал думать, нафига мне просто все эти проблемы в жизни, мне-то уже, когда, правда, умру, не будет проблем, а у этого человека будет, я думаю, что мне жалко остановиться, что ли, как некоторые там уйдут на пролом, еще что-нибудь порут, да, они правы, конечно, ты вступил на пешеходный переход, должны остановиться, и, понятно, полно отморозков на дороге, вот им, ты идешь уже, а он тебе еще и сигналит, что-то по пешеходному идешь, да, типа того, люди безумные, но мы-то должны быть умнее, люди святые, вот, я реально лишний раз, пока не вижу, человек останавливается, останавливается, значит, хороший человек, а вот стоишь у пешеходного, и он едет и едет, я думаю, ну вот я бы пошел, получается, он бы вынужден остановиться, хотя он должен остановиться, когда я только подошел к зебре, вот, поэтому, понятное дело, уж я молчу про то, что, точнее, говорю, да, закрыть глаза и пойти вообще просто по трассе, нет, конечно, мкат перейти, да, это же бред, я же не об этом, естественно, говорю, речь идет о том, что если уж что-то идет, особенно во имя благого дела, ты делаешь, я говорю, может быть, угроза и здоровью твоему, и жизни, и материальному чему-то, да, никогда не бойся, это касается той же самой милостыни и помощи людям, я говорю, когда, может быть, ты сам чуть ли не последний отдаешь, Бог знает все наши нужды и все нам вовремя подаст, когда нам это нужно, вот, поэтому, тем более, когда ты страдаешь, так скажем, во имя блага, да, во имя истины, любви, свободы или бессмертия, тут вообще никаких сомнений не должно быть, жизнь свою положи ради этой истины, да, Господь сказал, кто свою вот эту жизненку в этом теле возлюбит более, нежели истину, тот не достоин меня, вот, а кто свою жизнь в этом теле отдаст, тот действительно великим наречется в небесном царстве, вот, поэтому все эти страсти, страхи, ну, вот именно, когда они, тем более, со временем, если вы будете их только развивать в себе, не будете пытаться их в себе задушить, выкинуть их из своего, из своей природы, то они превратятся вот именно в страсти или фобии, как есть такое понятие, да, то есть уже закоренелый, неконтролируемый вообще страх, когда человек уже становится рабом, я говорю, не может даже с собой ничего совладать, вот, пока вы не освободитесь от этого, вы никуда не сдвинетесь, я вам сразу хочу сказать, что если вы в христианстве хотите достигнуть совершенства, познания истины и любви, сделаться богами, вам придется принять этот смысл жизни, эту природу, быть, я говорю, одну из грани, это свобода, любовь, свобода и безмертие, вам придется идти в этой жизни в одиночку, я вас просто так же от опыта заверяю, вы никогда не останетесь одни, Господь сказал, кто ради всего этого отречется, даже ради родственников, ради домов или квартир, и в этой жизни все равно будет у нее тысячи домов и всего, а в будущем жизнь вечная, я вам от опыта говорю, что казалось бы, кого бы вы не потеряли, вы не потеряете тех действительно, кто вам нужен, как раз отвалится, вы лишь узнаете, кто вас окружал, те, кто вас не нужны, вот все эти секты, все эти собранницы, начиная от малого, до кончая до великого, где там миллиарды адептов, все это бред, вы никогда там не вырастите, и вы все это знаете, все, что я вам говорю, я сам это знаю на собственном опыте, я знаю на опыте тех, кто со мной делится этими переживаниями, своими личными историями, я знаю это глядя в интернете, кто их выкладывает, не прям с тобой делится, а со всем миром, мы все это знаем, да, вы все это знаете, человек постоянно что-то должен пробовать, все, что вы слышите, вы должны свободно выбирать, в любой секте вас задушат, вы сами себя, как мы видим, задушат, еще у вас внешне кто-то наседает, вы так и не сдвинетесь никогда, человек должен иметь смелость принимать решения, вот эти вот, я говорю, страхи все, они все должны уйти, все, абсолютно, святой человек, дитё божье, оно ничего не боится, в этой смелости, надо тоже достигнуть совершенства, вы никогда его не достигнете там, где есть контроль, там, где есть рабство, тем более, когда вы взрослые люди, и по телу, и уж тем более, если вы не один год в том же самом христианстве, вы должны понимать, что вы уже и по душе не дети, вам уже не молочком надо питаться, вы должны вырасти, и причем, вы поймите, если вы начнете вести настоящую христианскую, святую жизнь, это все равно произойдет, если это не происходит, значит вы сто процентов не живете, вот убийство животных, это величайший грех, у вас внутри скотобойня, вы когда измените свою жизнь, у вас от избытка жизни, и сердца заговорят уста, вы не сможете просто не говорить об этом, вы будете это говорить в своих собраниях, и с вами все равно расстанутся, и у вас будет только два варианта, либо отказаться от этого, либо выбрать собрание, либо истину, либо сборище сатанинское, прямо скажу, либо истину, вам придется выбрать, и так в любом действии, понимаете, понятно, мы все не можем быть одинаковы, в том же самом собрании, кто-то уже подрос, кто-то еще скажет, о, да тогда никогда не будет вместе, нет, те люди, те одиночки, а во Христе это все одиночки, во Христе это каждый человек несет свой крест, они не сидят всей толпой, и всем миром, как это придумали протестанты, на горбу, или на кресте Иисуса, нет, они не несут один крест всем миром за Иисусом, они не несут Иисусовый крест, который сам свой нес, и на нем был распят, нет, каждый несет свой крест, это очень важно понять, поэтому на тот момент, когда кто-то вырос, если тот, кто ниже захочет за ним подрасти, они будут вместе, потому что тот подрос, у того живой пример, как тот подрос, и он за ним тянется, и он достигает его, возможно завтра он даже выше него станет, а возможно и этот опять подрастет, а он опять за ним потянется, эти люди всегда будут вместе, если конечно же ты подрос, а другой говорит, мне не надо, да, вы разойдетесь, конечно же, живой пример это семьи, уже два человека, кто знает, уже тяжело расти, я вот от личного опыта вам свидетельствую, что конечно же, одному легче, об этом писал апостол Павел, поэтому Иисус был один, поэтому Иоанн Креститель был один, конечно же, один ты идешь ровно так, как ты хочешь, никто тебя не тыркает, не дергает, не тормозит, ни один человек, ни 20, ни 50, ты можешь делать то, что ты считаешь правильным, вот и все, но так как кто-то, конечно же, из нас люди в разное время приходили к истине, я говорю, придя к этой истины, долго либо сидели ни на чем, либо потом вот открывать спорчу и так далее, да, это будет тяжело, но везде есть, Бог так сделал, что везде есть свобода, везде есть выход, всегда можно что-то делать, вот, начинается все, конечно же, с внутреннего, потом это все проявится, все равно наружу, что я говорю всегда жизненно, вы сами все это знаете, конечно, многие пытаются спорить по разным вопросам, но я всегда спокойно побеждаю этих людей, потому что на моей стороне истина, это все естественно, но никто не вырастает, кого вот такой, вот знаете, вот в Китае, говорят этим гейшам там, или кому, или даже просто забивают ноги, вот в такие колодки, типа модно, чтобы нога была какого-то, не знаю, 30-го что ли размера, или 25-го, куда еще меньше, я не знаю, у них уродуется нога, да, она остается вот такая, они носят какую-то там обувь, они в детских магазинах, женщины покупают себе обувку, насколько я про все это читал, тогда тоже как-то заинтересовался, слышал об этом, вот, это же уродство, они страдают, им больно ходить, как вырастет нога вот в такой коробочке, как вы вырастете, когда вас взяли в систему, а если завтра что-то поменяется, да, вы где-то что-то услышали, Господь что-то положил вам на сердце, человек абсолютно свободен, все вокруг вас, это люди абсолютно свободны, особенно, что касается вот именно христианства, это уж точно, ладно о мире лежащем во зле, там отдельный разговор, сейчас я в принципе обращаюсь к христианам, конечно же, прежде всего, вы никогда никуда не вырастете, если вы не избавитесь от этих страхов, если вы понимаете, что в Библии ложь, и вы не имеете права, вы себе сначала боитесь признаться, но опять же, вы боитесь признаться за счет внешних страхов, вам навязали, что Библия – это слово Божье, что ты что ни вздумай, что ни сказать, что тот пророк, который десятки тысяч убил, и у него вот так, не то, что руки по локоть в крови, а он вот так весь там, может быть, еще три человека сверху на плечи встанет, он в таком море, лужи, в кровище, и он почему-то, его вдруг кто-то решил назвать святым, и почему-то мне это пытаются навязать, и я не могу ничего против сказать, потому что я в церкви, в собрании никто, сижу на самом последней лавочке в нашем собрании, как вы вырастите, вы будете попирать и затыкать в себе истину, которую вам Бог открывает, вы никогда не двинетесь, и потихоньку эта истина вас загаснет, вы день, два, три будете Богу сопротивляться истине, и все, мало то, что вы никуда не вырастите, не разоветесь, вы еще и умрете, вы сдохнете, внутренний ваш человек умрет, Иисус пришел не к погибающим овцам дома Израиля, а к погибшим, это очень важно понимать, христианство современное, псевдо-христианство, как я его называю, католики, протестанты, все эти православные, это мертвецы, это гробы окрашенные, вот и все, там нет никакой жизни, я не говорю о тех добрых делах, которые, если каждый из них, в частности, в индивидуальном порядке, ну или даже групповом, там кто-то делает, я не эти добрые дела осуждаю, они идут им на пользу, естественно, если они от чистого сердца делаются с целью любви ближнего, и сами от этого, естественно, испытывают радость, и слава Богу, если есть такие люди, ну это один процент, наверное, из ста, может два, ну может пять, вот, так что, вы знаете, это очень важно, вот любовь, свобода и бессмертие, я вам всегда говорю, об этих трех сущностях бытия, которые явил нам Иисус, вы знаете, сам показательный тот момент, что Иисус явился, не видя царя, не видя какого-то гуру, раввина, обладающими всеми богословскими, корочками всех богословских вузов мира, не было у него ни денег, ни имени, ни власти, ни величия, ни вида, как это о нем пророки писали, он просто говорил в сердца людей, он никого не запрягал, не напрягал, он никого не наставлял, когда мне говорят, ты тоже, ты вот так вот жестко, так Иисус так жестко проповедовал, но он не ломал свободу человека, я не говорю, давайте введем закон, что нельзя убивать животных, я даже рад, что такого закона нет, сразу открывается, кто есть кто, сразу видно, кто есть кто, потому что остается свободный выбор, и благодаря отсутствию этого закона, вы знаете, у меня появилась глупая идея, скажу на днях, может быть тоже петицию, сейчас модно петиции всякие делать, и все-таки в России собрать подписи по защите прав животных, чтобы там цирки эти отменить, хотя бы диких животных всех этих в цирках, да, вы знаете, а потом я подумал, Иисус такого не делал, опять все это будет из-под палки, надо проповедовать, я должен говорить вам, вы другим, что нельзя этого делать, нельзя ходить, не ходите в эти цирки, вы перестанете проплачивать это рабство, эти концлагеря трудовые для этих животных, и их распустят, они никому не нужны будут, никогда не фотографируйтесь с этими дикими животными где-нибудь там на пляжах, куда вы ездите отдыхать, более того, скажите этому человеку, что это зло, это зло, это бедные животные, это бедные животные, они живут сезон, они умирают, они живут ни в своей, ни в естественной природе, их кормят помоями, содержат в клетках, не делайте хотя бы этого, не делайте зла, во-первых, не проповедуйте это, не пропагандируйте, не подкармливайте это, не участвуйте в этом, не посещайте это, а более того, когда вы начнете не делать этого, сделайте благо, поместите пост, который это обличает, выскажите свою точку зрения, несите дальше этот свет, у вас есть друзья, у друзей есть друзья, потихонечку мир захватывается, никогда не стесняйтесь, или не бойтесь правды, не бойтесь быть святыми, не бойтесь того, что подумают о вас ваши друзья, грешники, родственники, это не важно, важна ваша душа, кто постыдится Иисуса, Иисус есть Бог истины, любви, кто постыдится любви, это беда для человека, самая настоящая беда, вот и все, я хочу вам пожелать, вы знаете, меня особо говорит, тут я много об этом говорил, надо освобождаться от всего, вы должны встать на путь истины самостоятельно, вы можете кого-то слушать, пока вы младенцы, что-то читать, даже устное, да, вот это мировоззрение, то же самое Евангелие, это же жизнь, учение Иисуса, это пример его жизни, да, все нам это на пользу, ветхий совет вы можете читать, это я к христианам обращаюсь, оттуда извлекать и пользу, в том, как надо делать, и пользу, как не надо, видя там очевидное зло, да, забудьте все эти цитаты, что это приписывает Богу, Бог сказал, это не говорил Бог, когда вы это поймете, тогда вы по-другому почитаете, да, но вы должны вырасти, вы должны сами это понять, и вы должны поступать, то, как повелевает вам Бог, потому что Иисус сказал, сотворите, научите, ты никогда не будешь учить, на самом деле Иисус ничего большего не сказал, ты никогда ничему и учить не будешь, если ты это не делаешь, ну, понятно, лицемер будет, если это ему в угоду единственное выдавать, что он там что-то делает, не делает этого, я сейчас не об этом, вы поняли о чем я, да, что даже если ты благо признаешь правду, искренне всем сердцем благо, но ты его не делаешь, ты не скажешь об этом никогда, когда ты сам начинаешь это исполнять, ты начинаешь во все горло об этом кричать, все вы это знаете, все, что я говорю, я знаю, касается ваших сердец, вы знаете, что порабощение не дает развиться, везде, где притыкают вашу свободу, там нет истины, я говорю, даже меня упрекает, я говорю, слушайте, я ваша свобода, вы можете грешить сколько угодно, я сам просто от вас отодвигаюсь, ну, или грубо говоря, вас отодвигаю, там, кого-то блокирую где-то, да, ну, это как угодно, значит, что я вас, что вы меня, да, то есть, мы отодвигаемся, потому что вы творите зло, я его не делаю, я не хочу в нем участвовать, опять же, на ютубе публичные проповеди, да, доступ к нему невозможно, и слава Богу, невозможно закрыть, ты даже, я тебя отодвинув, ты имеешь доступ к истине, к слову истины, да, просто пока ты с этой истиной споришь, что я тебе, если ты одного не хочешь, другого не можешь, что я тебе могу дать, ничего, вот, свободы твои не притыкаю, я говорю, я по, говорю, у меня мысль-то пришла сначала в голову, да, как бы, казалось бы, по внешнему, по мирскому, это правильно, но Иисус так не делал, Иисус не издал ни одного закона, не участвовал в этом никогда, не пытался это пропихнуть, не говорил, что это нужно делать, да, страдают тысячи животных, и я сам от себя, что могу, вот, я хотя бы говорю, я говорю, я не участвую, я это не спонсирую, других призываю, считаю, что это большое дело, да, к сожалению, я маленький блогер, и меня мало кто слышит, мне хотелось бы, чтобы это слышали больше, и опять же, более того, я говорю, да не хотите моими роликами делиться, вы хоть сами это скажите, причем это даже будет важнее намного, чем вы разместите там даже мой ролик у себя на страничке, об этом должны, но это узнать ваши родственники от вас, что вы именно так делаете, не чьи-то там слова передаете, а что вы так исповедуете, вы так веруете, вы так желаете, чтобы так было, но если вам по какой-то причине не хватает смелости, или вы просто не показываете, не записываете, хотя вы знаете, каждый человек из нас может стать этим блогером, не нужно вам на ютубе, вконтакте, нажмите там тоже можно 2 секунды, скажите свое мнение, потому, 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 животных нехорошо убивать, нехорошо в цирре, хоть что-то вас касается, пусть вы со мной не совсем согласны, вот в этих вещах согласны, делайте это добро, никого не бойтесь, никогда, более того, кто знает истинный христианский путь жизни, он знает, что чем дальше ты идешь, чем больше, тем больше Господь тебя, все это в природе, в твоей меняется, ты становишься, этому всему учишься, вы знаете, кажется, ой, да я косноязычный, что я там сегодня скажу, но сегодня ты слабенько скажешь, через год у тебя будут сладкие речи, лица, этому всему надо учиться, хочешь, попробуй сам пост какой-нибудь сделай, слепи, наверняка, ты когда с душой к этому подойдешь, у тебя что-то получится, я говорю, не хочешь видео, аудио ведь можно записать, так этому посту можешь аудио сообщение прикрепить, сейчас все возможности есть, увидел там кто-то запостил или лайк поставил, там цирк приезжает, ваши мамочки, друзья, напишите, что это неправильно, под этим постом напишите, да, бедные, несчастные животные, не надо конечно орать, что они сатанисты все, да, вот, без оскорблений, без перегибаний, конечно, палку, да, что все это зло, напишите, да, что животные мучаются, давайте не участвуйте в этом, это не маленькие дела, как нам кажется, это огромные дела, я хочу вас подмотивировать, подбодрить, вот, пока вы не избавитесь от этих страхов, пока вы будете думать, что, кто обо мне думает, что это в моей жизни, какой вред мне это принесет, я вот тут откроюсь, тут, ничего в вашей жизни не изменится, вы должны избавиться от всех этих страхов, от всех абсолютно, да, в этой жизни нужна мудрость, я не говорю делать все безрассудно, да, вот, но от этих страхов надо избавиться, это везде так, что толку-то, если вы из страха выходите в это сборище, сборище, ну, так и есть, сатанинская порода, если вы не имеете там никакого права в голос, вот вы что-то услышали, вы не можете поднять этот вопрос, ни в общий, ни в частном, если подняли вас, закидали помидорами, поставили, как там, на что там, я уж не помню, на что там, на замечание ставят, это же караул вообще, что там делать, куда вы двинетесь, никуда вы не двинетесь, вы более того, вы будете идти в другую сторону, вы начнете лицемерить, возможно, вы начнете жить двойной жизнью, что еще хуже будет для вас, это ничего вам не даст, ну, вы вроде как сами скажете, ну, я вроде святая, да, я вроде правда бросил убивать животных, ну, в собрании хожу, молчу, не говорю об этом, да, а может там пастырь обратный говорит, знаешь, что пастырь там охотник, или еще что-то, и убивает животных, и я буду молчать, сидеть на лавочке, слушать про то, как надо славить Бога, спасаться по вере, вы живете двойной жизнью, вы лицемер, это еще худшее зло для вас, а как вы это сделаете без свободы, без страхов, остаться одна, вне церкви, где дьявол ходит, как рыкающий лев, слушайте, этот рыкающий лев, давно там за кафедрой уже стоит, вы как раз убегите от него, не будьте в этой клетке, вот с этими его жертвами, этими трясущимися кроликами, вот этим вот львом или удавом, я бы так сказал, по образу змеи, который уже за кафедрой за этой стоит, бегите оттуда, этот рыкающий лев, давно в этом сборище сатанинском, поселился, и не просто поселился, и не просто на лавочке сидит, и даже не на первой лавочке, а он уже стоит у вас за этой кафедрой, и вас он уже скорее всего пожрал, уже давно в очреве его, вот и все, оттуда бежать надо сломя голову, и вы знаете, это не важно, вы знаете, как я отношусь к разделению полов, к мужскому, женскому полу, это не имеет никакого значения, мы подушевно все одинаковые, по природе все, не считая вот этих физиологических отличий, мы абсолютно, Бог сотворил человека, ни мужчину, ни женщину, потом он их в горизонте разделил, да, не вот так, а вот так вот, мы одинаковые, равные, и смелость духа, души, она одинакова у всех, и женщина, и мужчина обладают одинаковыми свойствами души, и в вас есть смелость, и во мне, во мне вопрос, насколько она, и это лишь мой выбор, тут много слов есть, воля тоже, что это такое, но это все близкие понятия, сегодня не будем с вами филологией заниматься, воля должна быть, все это будет от желания святости, я вам много раз говорил, от искреннего, как Господь и сказал, но не зря эти притчи, не притчи, а блаженства, как называют заповеди, рассказывают, это ступеньки, после покаяния, осознания своей нищеты, того, что ты никто, нет в тебе никакой святости, ничего святого, поплакав об этом, смирившись, что ты, алчишь и жаждаешь, но я немножко другими словами перефразировал, помните, блаженны плачущие, блаженны кроткие, то есть смирившись, свою гордынь, кучу и славе, засунув подальше, ты что возжалчишь, Господи, правды, истины хочу, и насытишься, если будешь так делать и жить, и тогда у тебя будет очищаться природа, которая будет зреть Бога, ибо ты будешь в Боге, и Бог будет в тебе, но только при условии соблюдения этих, так скажем, законов бытия, и действий, делами, именно делами. На сегодня все, чуть-чуть поговорил, я думаю, для ищущих сердец этого достаточно, я всем вам желаю освобождения от всех предрассудков, от всех страхов, исполнится божественной святости, крепости, твердости духа, силы воли, и жить действительно святой жизнью, в любви, свободе и бессмертии, жить уже ваша жизнь, самый лучший пример, ибо один поступок лучше тысячи слов, это раз, вы уже тогда исполните все заповеди, потому что вы свою жизнь уже проповедовать начнете, ну и поверьте моему личному опыту, и он, я думаю, что у многих из вас есть, от избытка сердца, от избытка жизни, заговорят уста, так всегда было, и есть, и будет. Я с вами прощаюсь, всех по-братски обнял, поцеловал, пока-пока, до встречи в следующих роликах. Субтитры создавал DimaTorzok 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 Субтитры создавал DimaTorzok